коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель сегодня затронем тему торговли в новостные дни нередко бывают ситуации хорошие на графике но в этот день новости которые оказывают существенное влияние на движение цен инструментов в частности разберем ситуацию которая произошла в прошлую пятницу на нонфарме 1 пятница месяца выходит большой блок статистических данных по штатам создание новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе плюс выходит безработица значит на текущий момент фрс да очень пристально следить за двумя показателями это рынок труда и инфляция и рынок труда здесь играет такое тоже одно из двух до главных факторов для дальнейших танки принять решение о снижении ключевой ставки инфляцию там более-менее успокоили до целевых показателей еще далеко но вот рынок труда отражает до текущие эти ожидания если вдруг там будет какой-то рост существенной безработицы то фрс будет более скажем так мягко наверное относиться и возможно там примет более быстрое решение о начале снижения ставки поэтому в момент выхода новостей по занятости в частности нонфарм это прям такой день сверх высокой волатильности да то есть коротенькие стопики для внутридневной торговли не подходят в момент выхода новостей там перед выходом новостей и чуть после выхода новостей потому что волатильность как правило она взрывается в моменте очень быстро в момент публикации данных и затем необходимо время для того чтобы она успокоилась сейчас покажу на индексе доллара как это было значит для торговли в такие новостные дни приоритета давайте тем ситуациям который формируется в начале дня то есть утром чтобы к америке когда выходят статистика у нас была некая дельта в движении давайте схематично схематично покажу разберем живой пример сделки по мана из детей значит утром мы пролились то там было сильное движение вниз и потом здесь вот у нас формировалась там была такая вот ложнопробойная конфигурация точнее нас там вот так вытащили вот здесь был заход значит вот этот момент вот этот момент это было утро и до времени выхода новостей еще есть время запас до по времени чтобы если движение состоится чтобы мы могли уйти для чего это нужно если мы уходим от точки входа и выходят новости то в этот момент у нас есть положительная дельта и у нас вот эти выбивания скорее всего не зацепят в отличие от инструментов которые под новость да там потихонечку двигаются двигаются в каше были тоже такие монетки и перед новостями были такие вот картинки на пробой в момент выхода новостей мы здесь получаем вот такое движение и никакие стопы здесь не спасут длинные стопы ставить это но не комфортно для внутридневной торговли то есть ставя длинный стоп мы автоматически принимаем то что позицию нас будет отрабатываться среднесрочно то есть это будет как минимум перенос через ночь либо далее поэтому эти моменты всегда учитывайте в трейдинге можно включить новости но экономический календарь тоже на любых принципе ресурсов я сильно много не смотрю за новостями по штатам контролируя для крипты все что связано с долларом сейчас это весьма весьма актуально и смотрю новости на три звезды да то есть повышенной такой важности вот этот момент да сейчас разберем покажу на индексе доллара когда было младший time frame сразу возьмем значит 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 9 далеко значит волатильность до европа открытия здесь еще азия открытие европы европа торгуется до волатильность понижена ну или нормально вот этот пятиминутный бар это выход новости да то есть публикация статистики вот среднее движение вот движение момент выхода новостей 1530 и только лишь к вечеру да там через три часа только более-менее успокоилась волатильность вот эти вот моменты необходимо пересиживать пережидать ни в коем случае не лезть позиции если там прям супер картинки и возможно да если там новость будет в пользу инструмента ну или скажем так в пользу предполагаемого движения да мы можем получить какую-то какое-то сильное движение в свою пользу и тогда вот этот раз колбас мы можем пережить будучи уже скажем так положительной плоскости по сделке значит разберем сделку мана потом скрин покажу с терминала значит ситуация следующий у нас вот прям дно дно ниже мы никогда не были это такое да инструмент без глубокой истории есть но 2645 с учетом довольно быстрого движения вниз внутри дня падали и утром да то есть садя сделать домашку открываешь терминал смотришь там биток покраснел и все остальное тоже красное я люблю вообще брать такие движения когда нас проливают на азии да на ночной вот это ночной движ и после смотреть что-то контр трендовая потому что то домашка которая с вечера если там что-то шартовая она как правило ну или ланговый неважно когда движение уже состоялась на азиатской сессии вообще любые движения если вы там смотрим дневку до смотрим здесь short с утра проснулись цена здесь что делать для дальнейшего движения вниз там здесь нужно стоять и тогда можно будет что-то смотреть продолжение но пока вам мы провалились и не поджимаемся вниз то вот эти вот движения вниз любые конфигурации ланговые я не прочь забирать ну как минимум на отскок как максимум если это будет там какой-то v-образный разворот до такой глобальный то по сути дела мы будем брать точки входа прямо самое самое дно и малая часть по позиции оставленная там например если мы закрываем то 80 90 процентов позиции лишь малая часть если там будет какой-то непременный тузамон то это малая часть принесет живых денег больше чем то что было закрыто до того значит заход такой да у нас на дневке на повестке дня возможно здесь будет ложный пробой мы получим какое-то движение я всегда жду мало волатильность то есть вот я дождался на торговочке в предпробойной плоскости дам имею право заходить для себя да у всех свои отрезка я использую локальные стопики короткие чтобы в относительно небольших движениях забирать сильно больше три к одному скажем да такой формат значит заход контр трендовой в движении 2820 я закрывался вот здесь вот на этом первом движении вниз я хотел закрыть 61 но далее чуть больше 7 к одному и 2820 следил на минутку тут движение было такое ну оно прям число и чистое безоткатное и можно было посидеть повысить жевать скажем так лишний этот лишний риск то есть вот этот подход он такой безоткатным и ни разу не уходим никуда вниз и только здесь вот когда начали заваливаться я решил часть позиции пофиксить а далее стоп переноса в безубыток уже можно посидеть подольше подержать на дальнейшее движение полностью позицию закрывал вот здесь когда мы начали заваливаться мне картинка не понравилась я решил схлопнуть сделку значит утра да ну относительно утра там полдень и до вечера в момент выхода новостей да то есть вот здесь вот это движение вниз нас немножко размотала и сразу начали откупать потому что для вообще для корректы в целом и новости вышли вполне себе неплохие то есть вот эти моменты всегда оценивайте эфир классик там по моему еще был в этом же время 5 число 5 число до эфир классик здесь подходил у нас к откату и постоять бы да но вот начали разматывать то есть изначально это выглядел неплохо но когда происходит такое расколбас то лучше переждать даже если этом брать со стандартными стопами так вот за откат заход то это будет по-любому выбивать и будет выбивать очень и очень часто поэтому такие вот моменты оценивайте и учитывайте в торговом всегда новости потому что может выбивать ненужной волатильностью даже если потом движение состоится и продолжится вашу сторону скорее всего это движение будет уже без нас до нас выбивает а потом идет оценивайте всегда где мы находимся сколько мы прошли к моменту выхода новостей чтобы такие ситуации исключить в принципе все скринчик с терминала заход 28 21 выхода вечером еще там часть покрыл стопик подтянул сюда за откат и когда начали заваливать язык на позицию полностью дальше там движение продолжилось немножко но это как говорится уже другая история да то есть с этого отката где я закрылся еще сделали отдых 8 процентов ну да бог с ним сегодня у нас мана на ландом листе неплохое движение все то же самое та же самая картинка до движение вниз откаты на торговку только на днем он темпе поэтому ждем хорошего подхода подлетели довольно быстро сегодня с утра постоять здесь бы и тогда можно будет работать дальше вот всем пока всем удачи не забывайте про новости и стоп лосса а